привет друзья прекрасная погода дует такой ну нормальный такой хороший ветер западный хотя и не холодно и это уже практически конец сентября вот так вот плюс 12 температуры я даже в летнем костюме ну правда с пододевкой термуха все дела все как надо большие генеральские торф карьеры назовем их так месяц прошел с моей крайней охоты здесь в августе очень интересно посмотреть как изменилась эта карта в плане я не думаю что воды стало меньше уже с берега понятно что там опять же также все разлито воды много в плане интересно посмотреть как она поменялась в плане наличия птицы то есть утки хлопунцов уже не видно то есть вот на маленьком озерце как прошлый раз их уже нет видать все-таки встали на крыло ну за месяц-то ребят и уже разлетелись предполагая что и охотников меньше не стало вот так что посмотрим что сегодня будет но ребята не могу удержаться и заранее извините хочу передать огромный привет одному из моих подписчиков олегу олежек все пришло спасибо родной спасибо дорогой ребят дело в том что олег он сибиряк и он вот я вообще вот да я никогда вот кто меня давно смотрит никогда ничего у вас не просил а тут человек просто взял решил сам собрал мне посылку и прислал настоящие таежные дары природы олег прямо с хантамансийского округа с югры собрал вот такую коробку то есть тут мешок кедрового ореха ребят это настоящий кедрач настоящий кедровый орешек и целую пачку кедровый живицы и это вот да ребят ну просто такая можно сказать небольшая радость который хотел и с вами поделиться на самом деле очень приятно и это вот говорит о том что в жизни далеко не все меряется деньгами есть вот такие вещи чисто человеческие но которые настолько ценны ценней любой любой бумаги этой денежной ребят олежек спасибо тебе дорогой прямо вот от души я знаю ты сейчас трудишься на вахте на севере я тебе желаю скорейшего возвращения домой чтобы все у тебя хорошо было спасибо дружище кстати ребят олег тоже охотник сибиряк он взял камеру тоже и потихонечку снимает свои охоты создал канал свой кому интересно ссылочка на его канал в описании заходите поддержите человека вот такой парень ну а мы с вами едем дальше идем к нашим баранам у меня обновочки я до заказал к своему комплекту чучал вот такую вот копку кормящуюся вот такую вот спящую утку точнее их 2 и еще одну но это вообще эксклюзив ребята это кормящаяся утка то есть вот так вот она будет в воде клювик кормящаяся утка уже отгрузил все здесь в порядке то есть арматура все как надо все по по нашему все сварил сделал завязал их эти это краснодарские чучела вот кто смотрит уже смотрел мои фильмы я о них рассказывал самые дешманские дешевые простые краснодарские пластиковые чучела но как видели вот с моих крайних фильмах с августа и там начало сентября они вполне себе рабочие вот да заказал такой довесок к этому моему комплекту сегодня будем с чучелами опять же и вот этих я уже высажу они даже отличаются вот это вот прямо вот кормящийся прямо жирная такая смотрите хорошая такая утка то есть вот уже будем пробовать сегодня с ними и до сегодня я не буду стараться где-то с подхода я так подозреваю все таки уже такой прессинг был и утка сейчас если и сидит она где-то сидит в кустах камышах никакого такого особо подхода не будет я гляну обязательно в бинокль где может быть по углам она сидит и на генеральскую бровку выкидываем чучела и просто просто любуемся природой отдыхаем пьем чай охотимся ждем пролета который я подозреваю будет уже ну вот сентябрь октябрь тоже начинать все уже затем на все ребят я выхожу на воду а ну что друзья я на берегу все на я на бровке уровень воды смотрите воды еще стало больше да это и видно собственно вообще по этой карте все сразу видно то есть никакого но еще были какие-то в августе вот намеки на вот этот кувшинник все теперь вообще нет и тут же вот это вот проплешина но то есть точнее проход до на большую воду он стал шире а здесь дальше это просто нечто ребят тут вообще как мамой прошел то есть вот здесь что-то они вот это вот все кусты вот эти вот все по загибали все это самое очень стала низко тут где лавочка тут же был вот этот ну примерно такой же вот ракетничек только чуть пониже они его весь вырезали вот и здесь прям такая теперь образовалась проплешина фактически здесь уже не сесть потому что сзади вот сзади я буду двигаться сзади птица будет тебя срисовывать то есть вот для чего это сделано я не знаю поэтому я уже сюда рюкзак стул все всегда его с собой беру и всегда и сажусь на него где-то примерно вот так вот чтобы хотя бы мне как-то вот видеть чучела вот ну и сзади тоже относительно закрыт единственный вот этот вот да вот здесь вот вот это вот боковая вот тут все открыто а тут я почему говорю как мамой прошел ребят просто все вытоптано стада ходили как будто бы все вытоптано выкашено то есть охотники здесь явно месяц вот как у меня не было да вот с тех пор как прошел месяц практически с моей крайней охоты здесь все кардинально поменялось стояли видимо и здесь даже уже вот прям куда-то сюда наверно садились потому что тут вот да тут прям вообще о о ну тушь ну красота ж ребят я вот-вот присел даже вот я тут даже качаюсь покачивать то есть ну как ну вы просто я не знаю сколько их тут было но в общем и тропинка все она что да и ведет в принципе к берегу то есть это охота для ленивых без лодок без ничего а главное теперь вот вообще все то есть это лавочка я сюда раньше так вот мог сюда сесть здесь клал бинокль тут тормоз окно очень теперь все на лодке ладно не беда ребят ну охотники вот я показываю как у нас есть в московской области как это все проходит вот это хорошо я еще не особо пересекаюсь потому что сейчас все-таки люди основная масса таких охотников выходного дня что называется уже все по городам все сидят работают дети в садах в школах то есть все все это у меня отпуск такой он длительный можно сказать поэтому есть еще пока время там вот я посмотрел где-то там далеко далеко в кустах там пару по моему так это даже в бинокль еле-еле выхватил вот с той стороны сзади вот там лысухи это по одной плавают где-то они там чего-то по кусточкам все в основном то есть даже уже лысух вот так практически нету ну и традиционно орел конечно вот там вот где вот тот березняк над березами над вот теми кустами грациозно парит поэтому мы с вами пьем чай я сажусь пить чай вот такой вот у нас сегодня небо красивая то есть ну в дымке в такой дождя не туда вот ну говорю дождя нету счастье будет дождь вот да ладно главное это главное это ребят все-таки не количество до вот этого мяса все-таки вот оно вот сколько раз а я вам говорю и буду продолжать говорить настроение прекрасную ждем вечерку какая осень красивая ребят все начинает так уже багряный появляется тона полутона такие красота рыбы плещется периодически гусь пошел обалдеть гуси летают вот это да он четверка пошла 1 гуси ребята это такие пока вот разведчики только-только начинает это вот еще недели две и вот он уже поплотнее сюда пойдет первые предвестники такой хороших холодов заморозков уже такой нормальной осени все все потихоньку вот ну вот она красота и он может тут и осаживаться будет ну это уже октябрь вот так вот ух ты залетала здесь она села что ли на воду где-то а я и не заметил вот там то стоя какая сейчас прошла вы ребята я летает залетала утка цапля пошла он здорово там стоя такая летает обалдеть здоровенная стая и опять все тем краем вот там все это и происходит ребята там охотников нет некому сюда опоздать и вот вот она вот так вот так и бывает вот я просто сижу 00 пролетов ну там то ли гусь то ли журавли я понять не могу далековато и утки там тоже где-то кружат четверки двойки все там все справа там вот все тем краем она идет все вот так вот четверка там пошла двойка вот все тем краем вот так все проходит сюда вообще ну видимо все она тут это запомнила видать тут пальба было что надо она тут запомнила и сюда теперь не хочет вот так так вот а и 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 села села ребят есть и опять по моему в чучело попал елки-палки но это классика ребята вот это классик вроде не подранок ну зашла я видел еще сзади вот так вот идет идет раз раз прям вот тут вот вот прошла и четко туда в чучело четко вот она классика ребят ну все от нуля ушли самое что интересно я снова встал ведь вот я встал по идее же должна была улететь нет так и сидела в воде опять отражение этих деревьев вот на воде мешает ну ладно ну вот ребят пожалуйста вот вам опять классика чучела работают наверное это попка моя новая сработала одна утка есть ну как бы то ни было бы крайняя утка сегодня что-то вообще ничего не летает и так то они проходили мимо это одиночка и я так предполагаю 5 селезень наверно посмотрим потом с воды ну уже хорошо будем ждать дальше что будет интересных вещах наверное уже все первая волна такая прошла и прошла на боком от меня но все-таки один есть вот зацепился а уже потом сейчас еще подстемнеет и начнется вторая волна уже потемно туда как обычно учимся причем она шла вот так сзади вот кряковые аж вот тут вот рядом прошло интересно продолжаем охотиться а и 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 по моему два черка ну да там две утки сидят но они в недосягаемости сидят вот это да залетало время 15 минут 8 да да все вот правильно все оттуда там вообще там у них просто пальба стоит у меня просто 0 ребят только с воды вот этой это непонятно же там за утка вроде утка ну ну черки по моему ну ладно мак маленький но вкусный вот вот все вот ребят про под все тот угол как высоко то прошло ну все ребят там он мужики уже с фонарем плывут или идут плывут наверно да вот он туда плывет так я все сворачиваюсь плывем забирать трофей собирать чучела все вот так вот вот такая вот вечерка получилось ну тоже швить стреляли даже вон гильзы сейчас заберу их сразу с собой я стараюсь всегда забирать ну что они не тянут а пластик разлагается очень плохо ну какие нахожу конечно все плывем туда сейчас будем смотреть на трофей наш это чирочек ну маленький малыш ну маленький но вкусный чирки очень вкусный вот такой это особенно копченый вот такой чирочек да ну ладно чирочек так чирочек не не добыли бы сегодня с вами кряку но ничего на матчерка достаточно все друзья собираем чучела и на берег все как обычно на берегу пообщаемся вот такая сегодня получилась охота друзья добыть чирочек вот такой вот маленький но очень вкусный они чирки вообще такие жирные 1 в суд кладешь в шлюм и все и навар такой от него это тоже трофей это классический заход на чучела то есть все сработало нормально в остальном вы сами все видели почему-то в этот раз утка летала ну где угодно только не рядом со мной а примерно рядом но высоко она начала летать когда уже как я называю вырви глаз ребят ну вот так вот это охота это тоже определенная удача то есть сегодня она немножко стороной меня обошла но все же грех жаловаться дать чирок есть я очень рад тоже этой охоте испытал немножко чучела вообще проверил карту наконец-то снова в угодик все-таки месяц уже соскучился будем выбираться следующий раз я постараюсь уже съездить вот на ту карту который разведывал там уже примерно я наметил схему своих действий то есть что что мне там делать куда вставать в общем там будет интересно я надеюсь главная погода если будут такие сильные ливни то четыре дня ливни стояли ребята сейчас хотя бы ну чуть-чуть просохла хотя бы как-то можно где-то пробраться дальше весь шмурдяк на себе как обычно в общем ребят большущей вам удачи ни пуха вам ни пера на охоте с полюшком что называется ну и пока увидимся